Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и на этот раз у нас не перевод, и мы поговорим о скрытых файлах, а также взломанной копии ФНАФ, которая была открыта совсем недавно. Первый файлик у нас это It's Me, сообщение, которое появляется иногда на экране, но вы знали, что здесь и скрытая часть, которая была скрыта скотом за экраном? It's Him. Я думаю, что это относится к тому же, о ком говорится It's Me. It's Me говорится о убийце, а дальше говорится It's Him, что значит это он. Что дает нам понять, что убийца это он, то есть мужчина. Ладушки, следующая картинка это череп Майка. Это тот самый Майк, который Майк Шмидт. Что именно эта картинка значит не до конца понятно, однако возможно это одна из геймплейных фишек, которая была запланирована на добавление скотом, но потом по какой-то причине была вырезана. Или же, так, шесть секунду, я только сейчас об этом подумал, Майк, это парень из первой части ФНАФ, возможно его появление во второй части ФНАФ значит, что он имеет отношение к сюжету в второй части ФНАФ. К примеру, он и есть убийца. Как считаете, а? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. А мы идем к следующей картинке под названием You Can't, что значит ты не можешь. Это то же самое, что говорит тебе убийца, когда ловит тебя в одной из мини-игр. Тут нарисован маленький ребенок, который был использован в мини-играх. Что именно это значит сказать трудно, в принципе ничего нового это не говорит, You Can't вроде как подтверждение фразы, которая говорится фиолетовым парнем. Возможно то, что вы не можете никаких детей спасти и смерти продолжатся, но это как-то натянуто звучит. Идем дальше. Следующая картиночка восьмибитного мангла, который используется в мини-играх. И нам интересно именно название этой картинки, He Was Here, что значит он был здесь. Вопрос о ком говорится он? Он это мангл или он это ребенок? Ведь мы знаем по мини-игре, что именно в этой комнате находится один из убитых детей. Возможно это значит именно то, что ребенок попал туда по какой-то причине. Возможно его кинул туда фиолетовый человек после того, как его убил. Возможно ребенок туда убежал, прячась от фиолетового человека и после был убит. Но так или иначе, это значит, что мангл видел убийство, также присутствовал при этом убийстве. И возможно это также подтверждает, что в мангла вселилась одна из душ детей. И вот наверное самая интересная картинка, которая была здесь. Здесь изображен фиолетовый человек с надписью MAN, то есть мужчина. Вы подумайте, а что тут такого интересного? На самом деле это очень интересно, потому что MAN это значит во-первых мужчина, то есть мы знаем, что убийца был мужчиной. А во-вторых это значит, что убийца был человек, а не аниматроник. Что подтверждает, но по крайней мере не отвергает, мои предыдущие теории насчет того, что парень на телефоне это и есть убийца. Помните те маленькие ролики, которые появлялись между ночами во ФНАФ 2? Именно их мы нашли среди взломанных и здесь название этих файлов. Dreams, что значит сны. Что значит по факту, нам все это не более чем снится. А теперь еще одна очень интересная вещь. Shadow Bonnie. Который во-первых называется здесь как... Непонятно как, но во-вторых, что наиболее важно для меня, это означает, что он существует. Я слышал теории от других ютуберов, которые говорили, что Shadow Bonnie не более чем ошибка в текстурах, которая неправильно отрисовывается на обычном Бонни. Нет, на самом деле он существует. Это существующая аниматроника, у которого есть своя АИ и своя текстурка. И тут у нас на подходе любимица всех мальчиков и девочек маленькая Бонни Герл, которая на самом деле называется Джи-Джи. Это название, а точнее аббревиатура, которая была дана ей самим Скоттом. Но вот что значит Джи-Джи? Ребята, я думаю, что вы сможете написать об этом в комментариях, и я надеюсь, вы предложите хорошие теории. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете значит Джи-Джи. Тут мы видим один из редких, но очень красивых скриншотов, которые показывают Бонни в слегка неестественном для себя цвете. Я думаю, такое можно даже поставить на рабочий стол. Но идем дальше. А дальше мы видим марионетку с названием Puppet and Office, что значит марионетка в офисе. Скотт, как видимо, хотел вначале сделать аниматроника чуть-чуть другим, и он мог приходить в офис, смотреть на нас и каким-то образом нас пугать. По какой-то причине он решил эту возможность убрать и сделать ее просто выскакивающей на нас из-за угла. Однако, сама возможность ее появления у нас в офисе интересна. Вот как это выглядело бы, если бы это работало. И я думаю, он напрасно это убрал, потому что выглядит это клево. Возможно, Скотт задумывал больше аниматроников, чем было на самом деле. Тут мы видим картинку с названием Puppet, что значит, что это либо раннее название марионетки, но потом она была переименована, либо... Это один из аниматроников, которые были впоследствии удалены или просто не добавлены в игру. Картинка выглядит просто как куча разноцветных квадратиков, поэтому трудно что-то сказать о ней. Я думаю, некоторые из вас замечали в игре, что там передвигается бумажный человечек, который называется Паперпелл. Это бумажный человечек, у которого, оказывается, есть свой АИ. Многие думали, что его двигает Бонни, и он двигается вместе с ним. Однако, это не так. У него есть свой АИ, что значит, у него есть свой искусственный интеллект. А также схемы, по которым он работает. То есть, это может сказать аниматроник. Интересная теория была предложена тем парнем, который взломал ФНАФ. Он расположил все прямоугольнички, на которых были написаны имена этих аниматроников. И интересно, здесь, среди этих имен, можно найти Майка. То есть, можно посчитать, что Майк из ФНАФ 1, либо один из аниматроников, либо как-то замешан с аниматрониками в этой игре. Что, в общем-то, подтверждает то, что он был убийцей. Либо это просто какая-то карта и наработки для нее. Но это точно сказать нельзя, потому что никаких других частей карты найдено не было. И в конце скажу, что Баллун Герл не единственная, кто должна была смотреть на вас из-под низа. Как мы видим на этой картинке, Чика тоже могла появиться под столом и глядеть на вас снизу вверх. А на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пишите свои теории мне в ВК и на Ютубе. Всем пока-пока-пока и удачи!